Всем доброе утро! Через несколько минут начнем наш вебинар. Тема нашего вебинара сегодня будет управление торговлей или 1С розницы. Для автоматизации торговли у 1С множество разных конфигураций. Сегодня мы будем рассматривать эти две и при том это будем делать в разрезе розничного функционала. Именно для автоматизации розничного магазина. Потому что сравнивать автоматизацию оптового направления бессмысленно, потому что 1С розницы, 1С управления торговлей никогда не заменит. А в обратном порядке такая ситуация возможна. Все зависит от размера розницы и размера самого предприятия. План нашего вебинара сферы применения каждой программы, сравнение функционала двух этих программ и выбор или комбинация этих программ для какого-то конкретного запроса нашего клиента. Что нужно узнать о клиенте? Кто это? Какое это предприятие? Какие у него потребности? Как я уже сказала выше, ЭП это или О? Один человек работает или у него есть персонал? Какой будет джет у этого клиента? Может это только начинающий? У него даже нет еще никакого оборота, но он хочет уже начать сразу работать в какой-то программе, чтобы потом было меньше работать переноса данных. Какие у него будут человеческие ресурсы? Один он работает с продавцом или у него несколько человек? Бухгалтерия есть или нет? Прежде чем советовать клиенту, нужно ответить на большинство этих вопросов. И перед тем как определиться с программой, нужно еще ответить себе на вопрос, какая версия программы понадобится клиенту? Базовая или профессиональная? И если вы тщательно провели опрос клиента, то уже на основании этого вы сможете посоветовать ему какую выбрать версию, базовую или профессиональную. Если это ИП, то скорее всего базовой версии будет достаточно, потому что обычно это одна организация. Человек, например, работает сам на себя. У него какой-нибудь небольшой интернет-магазин или маленький магазинчик офлайн. И опять же нужно помнить, что даже если это не микробизнес, а какой-то небольшой, всегда можно попробовать начать с базовой версии, потому что клиент может сделать выбор в сторону профессиональной версии и сделать апгрейд и перейти на профессиональную версию, и все документы и данные останутся и перенесутся в новую версию. Единственное, здесь может быть нюанс, даже если это очень маленькое предприятие, но оно представляет собой не один магазинчик, то невозможно в базовой версии настроить распределенную информационную базу, и тогда придется сразу брать профессиональную версию. Но это вот сможет быть единственным препятствием, если же это очень маленький предприниматель, и он только начинает, то базовой версии обычно бывает достаточно. Давайте же начнем рассматривать особенности этих программ. Значит, первое это один из управления торговлей. Основное ее предназначение по большей части это оптовая торговля, и в ней реализованы такие схемы многоэтапного резервирования, планирования, очень широкие возможности контроля взаиморасчетов с клиентами, задолженности, контроль просроченных задолженностей, запрет отгрузки при наличии задолженности. Также имеется соглашение, которое могут ограничивать менеджеров в возможностях отгрузки, например, без предоплаты, или не дадут возможности установить большие скидки. Также представлен широкий функционал для управления складами. Имеется ордерный, адресный, серии и сроки годности. Также имеется полноценный финансовый учет. Можно смотреть финансовую деятельность в разрезе видов деятельности. Возможно формирование управленческого учета, управленческого баланса. И также в 1С Управлении торговли представлен полноценный функционал розничной торговли с небольшими нюансами, о которых мы с вами и говорим дальше. Что же собой представляет 1С Розница? 1С Розница предназначена именно для розничной торговли. Всех размеров. От маленького магазинчика до розничной сети. В этой программе не будет излишнего функционала, который не понадобится для этого направления деятельности. Но в нем будут дополнительные бонусы, которых нет в других программах и которые могут облегчить работу розничных магазинов. Например, у нее реализованы расширенные настройки рабочего места кассира, о котором мы поговорим в дальнейшем. Вот эти все особенности 1С Розницы мы рассмотрим подробнее. Потому что угол нашего зрения сегодня на эти две программы это применение этих двух программ именно в розничном магазине. Поэтому 1С Розницы мы рассмотрим более подробно. и узнаем, какие же плюсы есть у этого решения и смогут ли они помочь нашим клиентам. Это расширенные настройки рабочего места кассира, более полная поддержка оборудования, имеется блок управления персоналом, который тоже маловажен. Если это маленькое предприятие какое-то и у вас, например, один сотрудник или там два-три, ну небольшое какое-то количество и бухгалтер у вас на аутсорсе, например, который ведет бухгалтерию, то не обязательно устанавливать управление кадрами. Можно обойтись вот этим небольшим блоком. Мы его тоже рассмотрим подробнее. И имеются более широкие возможности использования скидок и бонусов. Что же общего в двух этих решениях? Эти оба решения используются для автоматизации торговой деятельности. И оба они поддерживают основные операции, такие как поступление товаров, возвраты поставщиков, реализация товаров, перемещение между складами, использование комплектов, возврат от покупателя, проведение монетаризации. В обоих программах возможно оформление чеков и отчетов о продажах, отражение операций по экварингу, автоматические ручные скидки, установки цен, использование торгового оборудования, имеется стандартный обмен с бухгалтерией и опять же, если у нас версия проф, то возможно создание распределенной информационной базы. Давайте поподробнее остановимся на тех моментах, которые были обозначены как особенности 1С-розницы. Первый был указан на это расширенная система скидок. Используя 1С-розницу, вы сможете прямо в программе, не используя никакие дополнительные кассовые оборудования, дополнительно, помимо тех, которые предусмотрены в управлении торговли, назначать скидки, например, по типу получателя или по одноразовому коду, так называемые купоны, которые сейчас очень часто используют, или по идентификатору с предыдущего чека. Например, человек купил и вышел какой-то код в чеке и в следующий раз это привлечет его в магазин нашего клиента и он сможет получить скидку по этому чеку. Процент от суммы предыдущей покупки, то есть чем больше он купил, например, тем больше скидку он получит в следующей покупке. Также возможна реализация запрета продажи отдельной группы товаров, например, не продавать алкоголь после 21-го там и до 10-ти часов, или до 11-ти во всех регионах по-разному. Или реализовать такой тип скидок, как скидки по порядковому номеру, например, за каждую пятую позицию в чеке. Обычно все вот эти типы скидок пользуются популярностью, потому что хочется дополнительно клиентам привлекать к себе покупателей и маркетинговые возможности используются наиболее широко. И частенько возникает необходимость дописывать эти скидки или использовать стороннее кассовое оборудование. Здесь же эта возможность реализована. Можно воспользоваться и в стандартной конфигурации. Следующий очень интересный блок – это счетчик посетителей нашего магазина. Это целая отдельная подсистема с возможностью расчета коэффициента конвертации и удовлетворения спроса покупателей. Даже если у вас небольшой магазин и вы не используете, например, ворота подсчета посетителей, то ваш продавец сможет всегда подсчитать, сколько человек зашло, если это, конечно, 100-200 человек в час у вас заходит. И заносятся данные о посетителях в специальный документ, количество посетителей. И дальше после закрытия смены можно посмотреть отчет, сколько посетителей зашло в наш магазин. Например, вот здесь на отчете представлен магазин «Битские товары» в городе Воронеже. Зашло в него 2893 человека за месяц этот отчет снят. И продали это 1836 людям. То есть мы видим, что конверсия людей составила 63%. И дальше уже руководство магазина или вы сами сможете принять решение, если вы собственник, например, о тех причинах, почему мы купили, и предпринять какие-то меры. Следующий еще очень интересный блок – это блок мерчендайзинга. Он тоже дает большие возможности для анализа именно работы с розничным магазином. Здесь существует возможность установки площади выкладки отдельных групп товаров. И потом уже проводить анализ выручки на квадратный метр торговой площади. И использовать вот этот анализ относительно групп товаров. Например, мы можем проанализировать, какую площадь, например, занимает у нас молочная продукция во всем магазине. И сколько она дает выручки от общей выручки. И можем узнать общую, например, выручку на квадратный метр всей торговой площади. Вот как на этом отчете у меня выведена выручка на квадратный метр торговой площади. Здесь представлен магазин товарной техники, в котором был заполнен площадь торгового зала. И указана выручка за месяц. И мы видим, что у нас составила выручка за месяц всего 877 рублей с одного квадратного метра. Также представлены расширенные возможности работы с подарочными сертификатами. В этом решении 1С вы сможете гасить сертификаты. Также сможете смотреть его движение, получение и гашение. И также создавать отчеты имитента по подарочным сертификатам. Еще одной особенностью этого решения является возможность создания акций для разных магазинов. Вы можете создать для одного магазина один тип или вид акций, для другого другой с разными условиями, с разными скидками, с разными бонусами и так далее. Также имеется гибкая информационная рассылка. Возможен отбор получателей по размеру покупок и предоставлению скидок или написание своего какого-то отбора. Следующий большой блок, о котором я хотела бы рассказать, это блок работы с персоналом. Как я уже сказала выше, если у вас небольшой магазин и нет необходимости, например, работать с управлением персоналом, то можно воспользоваться этим блоком. В нем вы сможете сделать график работы магазина, вы сможете планировать время сотрудников, можно выставить рабочие смены. Также по сотрудникам можно сделать табель, можно рассчитать премии, формировать ежедневные отчеты и отчеты выполнения сотрудниками их обязанностей. Какие же дополнительные возможности предоставляет нам 1С-розница в настройке рабочего места кассира? Существует возможность назначать и убирать кнопки. Возможно объединять одинаковые товары. Существует возможность запрета ввода дисконтных карт руками. Частенько могут быть махинации, например, кассиров и так далее, продавцов, чтобы не вводились карты вручную, а только сканировались. Можно поставить такой запрет. Также существует возможность установки логирования действий кассиров и выбора туда тех действий, которые собственник считает подозрительными. Например, тот же ввод дисконтной карты руками, предоставление ручных скидок, удаление позиций каких-то из чеков и так далее. Там очень большой список, который вы можете обозначить как подозрительные действия и впоследствии можно снимать отчеты и просматривать, какой кассир какие действия выполнял. Также возможно создание отчета, например, за месяц, где вы будете видеть, например, удаление позиций из чека, какой кассир чаще всего это делает, или установка скидки вручную, какой кассир это делает. Также дополнительной возможностью рабочего места кассира является создание различных настроек для разных магазинов и для разных пользователей. То есть, если у нас на рабочем месте кассира работает несколько человек, для каждого мы можем настроить свои права. Также возможно проведение опросов. И плюсом этого РМК является высокая скорость работы за счет небольшого количества регистров, которые он использует. И одним из самых весомых плюсов является то, что именно в 1С-рознице, в РМК, различаются понятия пользователя системы 1С и продавца. Если, например, в управление торговли, чтобы зайти в РМК под другим продавцом, необходимо перезайти в саму систему 1С. Здесь же вы просто выходите из рабочего места кассира и перелогиниваетесь под другим продавцом. Из системы 1С при этом перезаходить не надо. Не нужно подключаться под другим пользователем. Что еще является несомненным плюсом 1С-розницы? Это то, что они учли то, что розничное предприятие, каждое по-своему уникальное. И естественным желанием собственника, например, этого предприятия является то, чтобы все их особенности были учтены. И для поддержки таких предприятий 1С было разработано несколько отраслевых решений, специально для отдельных видов розничной торговли. Такие, например, как магазин одежды и обуви, ювелирный магазин, аптека, книжный магазин, магазин строительных и отделочных материалов, магазин автозапчастей, магазин бытовой техники и средств связи и салоны оптики. В этих решениях максимально учтены особенности всех этих видов деятельности и представлены специальные документы, отчеты или печатные формы. Потому что если вы берете стандартную розницу или управление торговлей, чтобы, например, учесть в магазине одежды цвета, размеры, фасоны, то вам придется самому заводить такие, например, характеристики. Или если у вас книжный магазин, то дополнительные характеристики придется тоже заводить, плюс придется как-то реализовывать решения, например, устаревших книг и журналов, которые выходят раз в месяц. Придумывать, как реализовать подписку на книги. Если у вас магазин строительных и отделочных материалов, опять же, тут идет продажа не только поштучно, но идет метраж и квадратные метры, например, плитки. Тут тоже придется поработать программисту, вносить какие-то изменения или просто обойтись характеристиками и так далее, сериями и дополнительными какими-то отчетами. Используя же отраслевое решение для своего магазина, здесь уже будет все. Например, если магазин одежды или ювелирный магазин, то все особенности законодательства уже будут учтены. Если необходима маркировка, там она уже будет. Связь с теми структурами, которые необходимы при маркировке, тоже уже будут настроены. Поэтому, приобретая такое решение, часть головной боли клиент уже с себя снимет, чем если он возьмет просто, например, 1С-родницу или 1С-управление торговли и будет думать, как его дорабатывать. Теперь перейдем к управлению торговлей. И из тех моментов, которые мы рассмотрели по 1С-роднице, отметим, что маркетинговые акции в ней тоже есть, но они действуют на всю компанию. Таких блоков, как счетчик посетителей, там нет и работы с персоналом тоже. Намного меньше видов скидок используется. В РМК есть возможность назначения быстрых товаров, но само вот это рабочее место кассира, оно намного тяжелее за счет большего количества регистров, которые участвуют в документе. Соответственно, возможно, небольшое зависание, еще что-то, когда вы будете, например, создавать чек из документа реализации. Просто из-за того, что система эта тяжелее. Не потому, что она хуже, просто она тяжелее. Также имеется и бонусная система информационной рассылки и дополнительное такое, как минус или неудобство. Если, например, это все-таки у вас более розничная торговля, и вы будете часто использовать рабочее место кассира, то, что здесь продавец и пользователь системы, это единое лицо. И для того, чтобы сменить продавца в РМК, необходимо будет перезайти в саму 1С. Но, несомненно, у 1С управления торговлей огромнейшее количество плюсов. Просто они в большей степени для оптовой торговли, а не для розничной. В этом решении вы сможете найти, например, продажи через торговых представителей. Там возможно создание коммерческих предложений, комиссионная торговля. В этом решении имеется клиент-банк, которого нет в рознице. Также имеется график оплат и контроль взаиморасчетов с поставщиками. Имеется управление запасами, расширенные возможности склада, о которых мы говорили выше. Это и ордерные склады, и рознику, и адресное хранение, использование стерий. И огромнейшие широкие возможности использования аналитической отчетности. Вы сможете смотреть и валовую прибыль, и себестоимость. Еще очень-очень много различных финансовых показателей. Так, что же можно выбрать? Для наших клиентов можно выбрать несколько вариантов возможных комбинаций. Например, если у нас какое-то небольшое оптовое предприятие, в котором бывает розничная торговля, но она настолько минимальна, что это не основная наша деятельность. Например, мы реализуем что-то оптом, и, например, в кабинете наших менеджеров может продаваться какие-то там небольшие расходники, еще что-то. И нам необходимо на это выбивать чеки, то мы тогда можем использовать управление торговлей, потому что остальное, весь функционал нам не нужен. И того функционала, который представлен в управлении торговли, нам будет достаточно. Если же у нас чисто розничный магазин, и мы продаем в розницу, то лучше использовать это решение. Потому что РМК здесь намного быстрее, работать в нем удобнее. И продавцу, и вам будет изучить его легче. Если же у нас, например, имеется какой-то офис небольшой и магазины, или у нас есть все-таки и склад, небольшая оптовая торговля, и розничный магазин, то, возможно, вариант использования управления торговлей в качестве бэк-офиса и проведения там всей аналитической работы, а использование 1С-розницы в качестве фронт-офиса и как главного места работы кассира. Также возможно использование, например, такой связки, как управление торговлей в качестве бэк-офиса и какой-то кассы со сторонним ППО в качестве фронт-офиса. Наша задача, как можно более полно расспросить нашего клиента о его ожиданиях, о его исходных ресурсах, чтобы посоветовать программу так, чтобы клиент остался доволен. Давайте рассмотрим несколько примеров, кто бы мог к нам обратиться за советом, какой программный продукт ему приобрести. Например, к нам обратился человек, у него свое ИП, имеется одна розничная точка, упрощенка у него и не имеется сотрудников, он работает сам на себя. Такому клиенту мы бы посоветовали 1С розницы, потому что никакого дополнительного функционала ему не нужно. Его задача на розничной точке продавать товар и делать это как можно быстрее, качественнее, проводить какие-то маркетинговые мероприятия, которые он сможет настроить в 1С. Второй клиент, который к нам обратился, например, это сеть из пяти небольших розничных магазинов, удаленно расположенных друг от друга и от головного офиса. Также у них имеется собственный склад. Что бы мы могли ему посоветовать? Например, мы могли бы ему посоветовать приобрести управление торговлей и 1С розницы в связке для небольших этих магазинов. Для управления складом он бы использовал управление торговлей. И как мы понимаем, именно в этом случае точно не обойтись базовыми версиями. Здесь придется использовать профессиональные версии и настраивать ривы. Если к нам обратился клиент, у которого интернет-магазин и продажи в валюте. Тут бы я посоветовала воспользоваться 1С управлением торговлей, так как, скорее всего, касса у него в аренде будет, как у многих сейчас интернет-магазинов. Плюс все-таки там нет такого потока, как в розничной точке. И скорость работы здесь не так важна. Опять же, продажи в валютах можно будет использовать в 1С управлении торговлей. Еще один вариант. К нам обратился магазин автозапчастей. Например, он не хочет по каким-то причинам покупать специализированную программу, а выбирает между управлением торговлей и 1С розницей. У него есть комплекты. Такие, как, например, получаемые сборкой-разборкой. То есть они покупают какие-то отдельные запчасти у поставщиков. Когда приходит клиент со сломанным автомобилем и говорит, что мне нужен какой-то более большой блок, они его собирают из различных запчастей и продают. Соответственно, сборка-разборка. Тут я бы посоветовала приобрести 1С управление торговлей, если мы выбираем из двух этих программ, чтобы он смог реализовать вот эту продажу комплекта. Спасибо большое вам за внимание. Я осветила коротко основные моменты отличия и сходства программ 1С управления торговлей розницы и 1С розницы, которые могут появиться в вашей работе с клиентами. Если у вас возникли вопросы, я буду рада на них ответить. Да, счетчик посетителей. Это может быть или ДОП оборудование, или просто ручное занесение в документ. Там количество посетителей заносится. Можно заносить каждый час. Можно заносить одним числом за весь день, как удобно. Удобнее, конечно, анализировать по времени. Вы указываете диапазон, например, с 10 до 11 утра, сколько зашло посетителей и так далее. Чтобы, например, проводить дополнительный анализ. Когда больше клиентов, когда меньше. Может на какое-то время провести акцию, или еще что-то сможет клиент. Это прям хороший индикатор для того, чтобы порекомендовать клиенту, у которого розничный магазин, эту программу. Потому что очень часто собственники ищут возможности анализа количества посетителей, и именно количества посетителей по времени. Это можно даже использовать как бы как триггер предложения клиенту. То есть смотрите, вот продукт программный такой хороший, что вы сможете даже проанализировать количество посетителей. Нагрузка на продавца минимальная, даже без покупки дополнительного оборудования. То есть он отмечает, сколько человек зашло где-нибудь на листочке, и потом заносит в программу. Да, да, простите, я не убрала я слайда, да, клиент-банк уже есть. Но все равно возможности работы с банками более расширены в управлении торговлей, чем в 1С-рознице. Там в основном это загрузка платежек, полноценная работа с резервированием денежных средств и так далее. Более расширенный функционал все-таки представлен в 1С-управлении торговли. И при работе с опторными клиентами он более необходим, поэтому и там он более расширенный. Здесь все-таки у нас минимальная. Это какая-то оплата по безналу, которую мы можем загрузить в тот же эквариант, или там какая-то единичная продажа, может быть, опыта. Еще для удобства продажи клиентам можно посмотреть демо-версии программ и 1С-управление торговли, и 1С-розница, чтобы клиент сам пощупал, посмотрел. В демо-версиях там, конечно, заполнены старые данные, но он всегда сможет подключиться и посмотреть то же управление счетчиками посетителей или, например, маркетинговой акции, или управление персоналом. Это тоже такой прям ощутимый бонус для небольшого магазина. И оценить возможности. Так, сети интернета и розничных магазинов. Несколько разных сетей, 40 точек, B2B-подразделения. Что вы можете порекомендовать? Я бы порекомендовала использовать управление торговлей в связке с 1С-розницей. То есть B2B-подразделения лучше использовать в управлении торговлей, потому что там возможности широкие. А для розничных точек использовать 1С-розницу. Настраивается распределенная сеть, где вы сможете видеть. Использование ERP, если, например, у вас есть еще какие-то дополнительные, например, у вас идет какое-то небольшое производство или какие-то сложные, например, комбинации закупки или продажи товаров. Может быть, какое-то там сложное участие в тендерах. Или логистика. Есть в управлении торговлей склад. Тоже там есть ERP и UT. У них одинаковые возможности склада, потому что это одинаковая база. В рознице имеется, да, обмен с бухгалтерией полностью стандартный. Вы сможете выгружать туда и обратно. То есть вы сможете выгрузить все документы в бухгалтерию и там проводить дополнительные анализы и учет. Также имеется у UT и у розницы тоже стандартный обмен, который вы можете настроить. Да, непосредственно для торговли именно в розничном магазине лучше всего розница. Потому что там функционал очень широкий. Такого больше ни в одном из этих решений нет. Для маленького магазинчика это точно под идеальным вариантом, потому что они получают дополнительные бонусы даже управления персоналом и графики работы самих магазинов. Для сетей тоже. Если вы сделаете какую-то головную организацию и в нее будете получать информацию с каждого магазина и в магазинах использовать розницу. Как я уже сказала, например, использовать управление торговлей в офисе и рознице на магазинах. Если бы, например, у вас даже не было склада, а был какой-то просто офис, можно было даже использовать розницу и в офисе. То есть и получать тогда вообще все в одной базе, настроив распределенную сеть. Не пришлось бы даже делать вот этих обменов между UT и розницей. Но так у вас и склад, и логистика, то тут управление торговлей. УНФ розница можно применить к небольшой сети, но как бы опять же УНФ, там идет уже чуть более усложненный вариант. Например, там возможно использование того же производства. Если вам необходим этот функционал, то можете использовать его. Управление торговлей наиболее такой универсальный продукт для использования на оптово-розничном направлении. То есть если у вас тут склады сложные, у вас есть логистика, там возможна доставка как своими силами, так и силами перевозчиков. Если у вас будет адресное хранение, ордерные схемы. Если вы, например, хотите использовать сроки годности, у вас может быть магазин или сеть продажи молочных продуктов. Как это там реализовано. Там же реализованы все и ГАИС, и Меркурий, и создание всех вот этих сертификатов. Единственное, вот еще при работе с розницей вы сможете принимать все эти сертификаты ветеринарные, но сами их генерировать не сможете. То есть розница не подразумевает создание вот этих продуктов. Если возьмете управление торговлей, то там вы уже это сможете сделать. Если вопросов больше нет, всем спасибо, что пришли на наш вебинар. Надеюсь, он вам был очень полезен, поможет в вашей работе, поможет лучше работать с клиентами и повысит качество вашей работы. Спасибо большое.